В 1947 году эта опера произвела фурор на общественность СССР. Ее ставили во многих городах, в том числе и у нас в Улан-Удэ. Но через год после просмотра спектакля руководством страны его запретили показывать повсеместно. Вкратце, это судьба оперы «Великая дружба». Но не волнуйтесь, это история со счастливым концом. Все потому, что сегодня, спустя более 70 лет, эта опера вновь вернулась на сцену театра оперы и балета в Бурятии. Действие происходит на Кавказе в первые годы советской власти. Главный герой Ингуш Муртас бьется с казачьим дозором. Чтобы сохранить себе жизнь, идет на сделку. Ему нужно убить приезжего красного комиссара. Прототипом комиссара стал Сергор Джаникидзе – большевик грузинского происхождения и один из крупнейших руководителей Компартии. Создавалась практически с нуля партитура, музыка. Владимир Алексеевичем переработана либретто и сама музыка. И сегодня мы представляем на суть зрителя опера, который сегодня не идет ни в одном театре страны и мира. И у нас состоится такая, наверное, мировая премьера. Спектакль готовили практически год. Дебютным он стал и для исполнителя роли Муртаза Жамсо Бамбагаева. Но он не единственный исполнитель главной роли. По задумке Муртаза в разные дни будут играть Чингис Роднаев и Ильгам Валиев. Это мой первый опыт на большой сцене исполнять такую большую роль. Спасибо маэстро Владимиру Алексеевичу Рулову за доверие. Муртаз – положительный, добрый персонаж, которому предстоит выбирать между любовью или дружбой. Здесь в нашей опере становление советской власти. Ведь тоже не все было просто. И также влюблялись, помимо того, что есть разные культуры, разные народности, разные свои устои. Опера появилась спустя 10 лет после загадочной смерти прототипа одного из главных героев. Авторы хотели увековечить память Сергор Дженикидзе. Но в итоге придали ее забвение на долгие десятилетия. Решение о запрете принял Иосиф Сталин за формализм в советском искусстве. Я рада, что есть новые постановки в театре. Такой эпохальной картиной возрождение происходит прямо на наших глазах. Наверное, это сподвигло меня еще больше об этой истории почитать. На этом история великой дружбы не заканчивается. Уже в декабре этого года наши артисты поедут на гастроли в Москву, где покажут оперу на сцене Большого театра. Улан-Удэнсы же могут познакомиться с историческим спектаклем 13 и 14 сентября. Возрастное ограничение 12+. Дарья Белева, Баир Дугаров, телекомпания АТВ.